Делаешь глубокий вдох, делаешь глубокий вдох, глубокий вдох. И на самом резком выдохе на букве Х3. Уничтожаешь, пошла волна, молодец. Молодец. Вырвалось, там, да, молодец. Все разлетелось. Я как дракон какой-то. Я большое племя, очень горная, просто такая местность. Они одеты, как шкуры зверей, натянутые на тело. Он является вождем. Здесь использовалась магия, магические различные ритуалы. Вот как перед охотой или перед каким-то событием проводятся определенные ритуалы для призыва дождя. То есть он являлся шаманом в этом племени. Он использовал различные силы. В своем арсенале он мог призывать разных духов и работал с ними. Смотри, у тебя прям все воплощения такие, целительские. Да, здесь был очень мощным шаманом. Здесь тоже очень много опыта получил. Но рано ушел. Молодой ушел, было 43 года. А драконянец, в какой момент тебе проявился в жизни этого шамана? Драконянец помог ему раскрыть его в магическую темную сторону. Знание передавало ему магические темные, активировало в нем. Он как будто о них вспоминал, как будто собирал мысли, буквы, собирал в голове эти заклинания. Записывал их и потом читал. И происходило. Все на материи происходило. Все на материи происходило. Что влияет на тебя? Что создает тебе страх? У него как отравление тела пошло. Он начал очень сильно худеть. Вес теряя, весит, терять. Как и сушаться. И что она не пробовала, ничего не помогала. Ну тогда это было не онкология. Это было просто как потеря веса очень быстрая. Что она не делала? Какие отвары она только не давала, ничего не помогало ему. Хорошо. А так, а УСУ, откуда он подключился, в ком он находился, просила Светлана? До тебя вот он уже как-то от кого-то перепрыгнул к тебе, он же не может просто в пространстве без энергоносителя зависнуть. Ну, я как вижу, что он так и пришел к ней, она видела же эти сущности. Ну а от кого он пришел-то, в ком он сидел, в каком человеке? Он в своем образе. Если опять мне не врет, то я так вижу. Спроси его, УСУльчика. Ральф, он упрощался в жизни Алены, Лены? УСУЛ, скажи. Да, нет? Не идет, да. Да? А кем он там был? А кем он там был? Тоже муж, что ли? Тоже муж? Возлюбленный, да, говорит. Возлюбленный. А как выглядел? Ну-ка посмотри на него. Как выглядел? Свет. Похож на теперешнего, высокий такой, плотный такой, крепкий. И что там, что за кармический узелок у вас там завязался, расскажи-ка. Что ты там натворил? Она нет, он. Он натворил? Да, он все время с ней ругался, что она не берет оплату и не думает о семье, не думает о будущем. Но он был более материальный. Ну и сейчас, он и сейчас такой же. Всему важна была материальная часть. Хорошо. И чем закончилось там? Вот смотрите, почему, у меня вопрос, почему Ральф еще раз проявился в жизни Светланы? Что произошло там, что вот сейчас он опять проявился? Светлана, задай такой вопрос. Что ты с ним не проработал, что вот он еще раз, скажем, пришел в твою жизнь и морально тебе навредил? Я не могу понять, но что-то мы друг другу должны как научить, что ли, чему-то еще друг друга. Дать что-то, да, дать. А что? Я не вижу. Хорошо. А в той жизни, что произошло, Галь, ты говоришь, он был очень меркантильный, да? И чем это закончилось-то, почему круг-то завязался? Вот в чем вопрос. Ну, не из-за этого же только? Нет, не только из-за этого. Он ушел просто в той жизни. Это вот сейчас, шестое воплощение. Он ушел из той жизни, он ее бросил, потому что ему надоело, как он сказал, что ему надоело мучиться, ему надоело ждать чего-то. В смысле, он ушел, покончил с собой в смысле? Нет, нет, они как разошлись. А, разошлись. Не умер, да, разошлись. А здесь, получается, он опять приходит. А здесь, получается, я ушла. Мне надоело мучиться. А что нужно было сделать? Сейчас закончился у вас, спроси, Света, с этим Ральфом кармический узел. Я так понимаю, что да. У вас тоже приходит, что да. Галя вот протестует. Галя, ну-ка. Да, я хочу сказать, добавить, что еще полностью узел не развязался, потому что есть еще остаточные обиды. Есть остаточные претензии. Вот до конца еще не все принято, еще не все как трансформировано внутри. Все равно приходят какие-то эмоции, которые возвращают назад, и она застревает в этой реальности. И где-то, где-то ментально она, предположительно, ищет такого же мужчину, что ей мешает создавать совершенно новый образ мужчины. Вот согласна, бывают сравнения, да. Настолько зафиксировался он в ее памяти с предыдущего воплощения, что она именно и такого и здесь нашла. Но здесь есть еще один очень-очень важный факт. У Светланы есть свое видение. Если под это видение мужчина не подходит, то вместе им не быть. Но есть еще один момент, что вроде она хочет иметь рядом с собой сильного, мужественного, но тем не менее одновременно она и хочет, чтобы он и подчинялся, прислушивался к ней. Ну, а эти качества в одном человеке, ну, никак не могут сочетаться. Поэтому здесь нужно сделать выбор. Либо тот, который будет прислушиваться и находиться рядом, либо которому она будет прислушиваться. Ну, я думаю, что, скорее, что второе. Потому что... Все-таки янская женская энергия, да, они должны быть в своем месте. Не, но мужчина – это же электричество, женщина – это магнетизм, да. То есть женщина – это компас, который направляет это электричество, понимаешь? То есть, но при этом делает это с уважением, потому что электричество – это янская энергия, это гордыня определенная там есть. Теперь давай вернемся... Значит, в момент... Найди, пожалуйста, мне вот эту девушку Алену, Света. До еще того, как болел ее отец, до того еще, как она познакомилась с мужчиной, которым завязался кармический узел в виде Ральфа, да. Вот, найди мне, пожалуйста, ее еще до этих решений. Улица, возле дома. Что-то такая она... Ну, такая радуется, как девчонка. Пододи к ней, пожалуйста, привлеки ее внимание сейчас. И посмотри, сейчас не подключен к ней вот этот Урсул, да. И того ли она еще с ним взаимодействовать, да. В тот момент ты нашла, посмотри. Привлекаю ее внимание. Да. Ну, ты ее до момента этого нашла, хорошо. Теперь подойди к ней после привлечения внимания. Подойди к ней и посмотри, почувствуй, это твоя энергия? Как ты ее ощущаешь? Да, родственная. Родственная, твоя энергия. Хорошо, прекрасно, молодец. Подойди к ней и на ментальное поле, на межбровный энергоцентр в районе лба. Перевожи свою руку. Передай всю информацию, что с ней произойдет дальше. Как она встретит вот этого Урсула, когда у нее заболеет отец, она не сможет с ним никак его вылечить. Как это влияние этого Урсула, скажем так, повлияет на ее жизнь. Да, передала. Дальше передай это, как повлияет на твою жизнь. Как эта Урсула, как инкупом, будет использовать ее целительскую энергию в виде сексуальной. Как это повлияет на твою личную жизнь. Далее передай информацию, как она встретит вот этого Ральфа. И как у вас завяжется кармический узел, из-за того, что вы не сможете как-то произвести совместное взаимодействие с друг другом. Как это повлияет на твою жизнь. Всю информацию передай. О своей жизни, все, что рассказывал мне в сеансе. Прямо ее ускоренным темпом. Пошел процесс. Им, посмотри, пожалуйста, на ее реакцию и передай мне ее. Испуганные глаза. Испуганные глаза. Отлично, хорошо. Значит, информация передавай. Скажи ей сейчас, передай информацию, что на физическом плане уже все произошло. На физике она же умерла уже давно. И сейчас мы находимся на эфире. Поэтому на физическом плане, поскольку все статично, его сложно поменять. А на эфире можно поменять, потому что эфир динамичный, он более высоковибрационный. Поэтому вот эти все сущности в виде Урсула, вот эти все кармические завязки с твоим супругом, они все идут именно по эфирному плану, пересекаются. Поэтому она может их поменять. Для этого ей нужно выбрать другую ветку вероятности событий. Потому что все вероятности событий, они уже предраспределены. Вопрос, на какой ветке она будет синхронизирована. Теперь пусть она подумает о той ветке вероятности событий, где она не встретит Ральфа, где у нее не завяжется кармический круг с ним, потому что на физике уже все произошло, и дух уже принял этот опыт, эту информацию. Сейчас нужно его очистить. И где она будет жить счастливо, на высокой частоте вибрации, в ресурсе, будет заниматься своими цирическими энергиями, где у нее не подключится этот Урсул, где у нее отец, она также будет за ним следить, где отец у нее будет жить тоже на высокой частоте вибрации, и не заболеет, где у нее будет все прекрасно, и где она умрет в гармоничном состоянии, ведь выход из нашего тела очень важен, на какой частоте мы меняем нашу мерность в виде смерти. И где она, скажем, умрет в положительной частоте, в гармонии, в радости всех событий. Есть такая у нее ветка, спроси? Да. Есть ветка? Отлично. Открою дверь на эту ветку. Открываю дверь и заходите вместе с ней на эту ветку. И теперь посмотри, что там происходит в новой ветке. Опиши мне, как она там проживает. В здравии, в счастье. Все для счастья, для и физического, и духовного развития. Как бы все, вот все, что ей нравится, все у нее получается, сбылось. Прекрасно. Как красиво поет. Я даже вижу ее уход. Она вот именно энергетический на высоком этом. Она... Читайте. Да, прямо свет, когда она уходит. Прекрасно, прекрасно. Слушай, ей нравится эта ветка, спроси ее. Да. Хорошо, она хотела бы на ней остаться? Даже руки сложила, да. Отлично. Тогда смотри. Сейчас вам нужно забрать все свое эфирное ДНК, всю свою энергию с той ветки вероятности событий. И перенести на новую ветку вероятности событий. Все свое эфирное ДНК и всю свою энергию. Галя, посмотри, пожалуйста, что там на эфирном плане, что ты считываешь с образом. Да, у нас перезаписалась ветка, и у нас тут изменилась. У нас нет Урсула и нет два беса. Урсула и два беса нету. Остался черт только, да. И остался вот этот главный, да, товарищ? Да, князь. Пожелаю, чтобы вышли все ответственные по нижней частоте. Кто там, посмотри, кого ты считаешь. Четверо вроде бы. Четверо или пятеро. Ну, пиши, посмотри, бесы, скажи, чтобы сделали шаг вперед. Два. Посмотри, когда эти два беса подключились? Задаем вопрос. Если правда идет 2004-й почему-то. Что там произошло? Смотри, экран перед тобой раскрывается, и ты видишь, что произошло в 2004-м году. Что в том месте? Тепло, холодно. 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 Так, темно, светло. Какая-то белая полоса вдоль. Как, не знаю, энергия, свет. Что там произошло, Галь, помогай. Я просто вижу ее, как она сидит с опущенной головой на диване, или это кресло, и ей очень плохо внутренне, энергетически. Состояние, как горечи, состояние безысходности. Света, а ты спроси у этих бесов, они же стоят перед тобой, ты же их видишь, спроси у них, что за эмоции, на какой эмоции вы ко мне зашли? Что они тебе говорят? Уныние. Уныние, уныние. Так. От кого они перешли? Пусть они образ примут. Примут образ тех, от кого они перепрыгнули к тебе. В какие образы они принимают? Смотри. Они же прыгают от человека к человеку. Через низкочастотные эмоции, через провокацию. Вот кто тебя спровоцировал, что ты опустил его вибрации, и они к тебе перепрыгнули. Странно. Вижу. Вижу лицо. Ну, раньше дружили с ней. От нее один прыгнул. Через какую эмоцию? Смотри, на лбу написано. Там сразу видно зависть. Зависть. Ты позавидовал. Язва. Эмоция язва. Язва. Такая. Да. Да, она такая прямо. И любитель улыбнуться, но за спиной поговорить. Да, вот, к сожалению. Подожди, понятно. А через какую, как этот бес, вот он сидит в ней, и он хочет к тебе прыгнуть. А у тебя защита высокая, у тебя хорошие эмоции. Вот он думает, как бы мне, Свете, понизить вибрации. И вот он, говорит, взял и повлиял на эту женщину, соседку. Она пришла, тебе что-то сказала там, или что-то сделала. То есть, какую эмоцию он сонастроил тебя с ней? Знаешь, у нее очень острый язычок. И она говорит вещи такие, которые очень сильно обидели Светлану. Да, нужно было в тот момент ответить, она не ответила. А потом она начала уже этот разговор перекручивать и думать, почему же я не ответила. Можно было так сказать, так сказать, но эмоция была уже получена. Обиды. Хорошо. Вообще, часто бывает такое, что Светлана допускает такие вещи под их себе? Да, но я стараюсь с этим работать. Хорошо. Следующий бес. Там целый детский сад у нас. Давайте. Выводите его сюда. Там два беса, Света. Второй бес от кого подключился? Второй не вижу от кого. Как видите? Давай, подергай его. Подергай, Света. Давай, тащи его сюда, за хвост. Ну? Что говорит? Да. Молчание. Так, тогда давай Галю попросим. Да, это от мужчины. Я уже говорила, что это от мужчины. От мужчины. Мужчина, который обещал много чего. От тральта? Ничего не выполнил, ничего не дал. Опять состояние обиды, состояние разочарования, самобичевания. Они сама себя обвиняют в том, что, значит, я этого не заслуживаю, раз мне этого не дают, раз за мной так не ухаживают, не заботятся, внимания не уделяют. Ну, видишь, они те же притягивают таких мужчин, чтобы ты генерировала для них эмоции. Потому что они через этих мужчин, эти мужчины для них пешки, и они через них просто высасывают твою энергию. Здесь, кстати, нужно выключить своего спасателя, и не надо никого спасать. А спасатель, он потому что недолюбленный ребенок в детстве. И поэтому сейчас покупаешь любовь, думаешь, что помогаешь, на самом деле просто покупаешь любовь за помощь. Надеешься на это. Но это на самом деле все такая игра в одни ворота. В общем, поэтому с этими, понятно, снежниками более-менее с бедствами разобрались. Черт, вот этот дикник, да, мы с ним тоже вроде общались. Давай посмотрим другую частоту, да. По этой понятно все тебе? Да, все понятно. Окей, хорошо. Переходим на частоту бесплотных, неупокойных душ. Сейчас унастройся с некротической энергией. Не чувствую. Давай теперь спросим у Гали, что она считывает со стороны. Здесь никого нет у нас. Никого нет, отлично, прекрасно, хорошо. Я тоже подтверждаю. А значит, давай дальше. Отсоединяемся от этой частоты. И теперь сонастроим наше тело с энергиями магических ударов, магических воздействий, негативных мыслей форм, запрограммированных через магические программы, через контактную и бесконтактную магию, путем воздействия, ритуальная магия. Все они проглядываются, любого вида, любого вида ментальные, физические воздействия. Пожелаю, чтобы такие энергии тело проявило, если они присутствуют в нем. Пошла пульсация, вибрация. Область груди, не знаю, не уверена, но вот как чувствую. Сердце заколотилось. Да, да, да. Есть ритуал, женщина проявилась. Закрытие сердечного энергоцентра, чтобы не могла любить, и чтобы ее не любили. И это порча. Так, хорошо. А кто пожелает, чтобы проявился автор, Светлана, смотри, проявляется канал от этой энергии, и проявляется фантом, образ перед тобой, того человека, кто изначально создал посыл этой энергии в твою сторону. Я вижу ту женщину, которой я ходила в школу когда-то. Спроси ее, зачем она у тебя магиная вау, эта женщина, которой ты ходила в школу. Это же мой учитель был, я же ей доверялась. Спроси ее, зачем магию, ее подсознание, ее фантом. Оставь ее говорить правду, только правду. Если она будет врать, она будет терять свою энергию. Спроси ее, какая цель у нее была, зачем она к тебе подключила магическую программу. Ну, ей надо было нижних подпитывать. Ну, как бы у них там свой договор. Ну, и она, видимо, так нас использовала, вот, видимо, в энергетическом. Молодец, молодец, да, она работала по магическому каналу. И у нее есть, блин, такие же подключки, такие же ритуалы, и другим детям проводила. Сама была очень несчастливая женщина, была очень... Она и до сих пор несчастливая. Недовольная постоянно чем-то. Да, да. Мне кажется, кто с нежниками работает, они всегда в таких энергиях пребывают. Ясно. И задай вопрос, пожалуйста, Светлана. Как это воздействие магическое на тебя влияло? Вот как вот он на твое эмоциональное состояние, на твое физическое здоровье? Ну, в личной жизни постоянно какие-то неурядицы, невезения, депрессия, соответственно. В личной жизни она постоянно старалась убежать. Убежать. Для нее, возможно, только взаимная любовь. А если она чувствовала, что человек начинает хитрить, или же каким-то образом велить, она старалась в этих отношениях убежать. Не прорабатывать, не принять, а убежать. Изменить. Ну да, в принципе, я согласна с вами. Это очень сильный отпечаток оставил, эта эта магическая работа. Потому что здесь, конечно, сердце было закрыто. И на первый план всегда она смотрела, что этот человек, будучи рядом с ней, может ей дать в материальном плане. С одной стороны, как для девушки, которая занимается своим саморазвитием, это правильно думать. А с другой стороны, если говорить о духовности, именно о любви, о нежности, о заботе, о внимании, то такой человек не умеет просто давать все это. А ей это требовалось, ей это хотелось. И вот осознать было это сложно в тот момент, потому что сердце закрыто. Поэтому принятие людей и оценка людей шло только через материальный мир. Но вот она говорила про любовь. Она говорила, что вот я буду выходить замуж только через любовь. Если я любить не буду, я замуж не выйду. На самом деле происходило все наоборот. Хорошо. Ну и потом, естественно, все на себе и тащила. Да, так и есть. Искала любви, понимания, заботы, внимания, ласки. А физическое здоровье как-то оказывало влияние это магическое воздействие? Да, многое себе запрещало. Запрещало себе многое. Это отражалось на желудке, на поджелудочной, отражалось на почках, отражалось. Вот эти запреты самобичевания, эмоции. Угу. Это все отражалось вот на этих органах. Света, спроси, пожалуйста, а на событийность твою жизненную оказывало влияние? Ну, какие-то негативные события или неудачи в жизни? Да, да, да. Оказывало? Ну, конечно, я ее очень сильно изменила. Изменила ее сознание. А скажи, пожалуйста, Светлана, кто в большей степени оказывал влияние на твою личную жизнь, ну, негативную личную жизнь в твоей жизни? Конкретно персона или? Ну, из интерференции на инкуб или вот это магическое воздействие? Я думаю, что сильнее магическое воздействие. Ну, как я чувствую. Да. Но имеет большую часть. Большое воздействие, да. Процентов 60. Так, ну, если инкуб 6 раз инкубировал, это же как-то тоже влияло на физическое состояние, эмоциональное состояние Светланы? Что Светлана испытывала в этот момент инкубации? Сколько она продлевалась по времени? Галину? Во время инкубации у нее были вот эти вот перепады настроения. Возможность вспылять, истерить, нервничать, кричать. Депрессивное состояние. Было, было, да. Не хотела ни с кем общаться, ни с кем видеться, ни с кем не разговаривать. Обвинения были. Ну, это происходило как раз-таки после вот этих сексуальных снов, как я так понимаю, что тебе инкубация проходила, как сексуальные какие-то контакты во снах? Или это дальше, ну, скажем, позже происходило? Ну, сексуальные сны, мне, я говорю, снились только где-то 23-25 возраст. Дальше уже не было таких снов. Это, возможно, было и после, но вот сны были только максимум до 25 примерно. Я понял, значит, они имеют другое значение немножко в твоей жизни. Хорошо. Давай тогда с этой частотой мы разберемся, потом отсоединим. Давай дальше посмотрим по частоте. Светлана, дальше сонастройся с частотой космических интерференций в биополе. Ты видела уже спрута, помнишь? Угу. Проживая, чтобы обратись к телу, поживая, чтобы она проявила тебе все космические авторизации в нем, все чипы, импланты, конвертеры энергии от темных космических цивилизаций. Почувствую, Светлана, есть какие-то у тебя вибрации, ощущения в теле? Ну, немножко область живота и руки. Пожелаю, чтобы вышли все ответственные по космической частоте и встали перед тобой ширинком на счет 3. Раз, два, три. Посмотри, сколько ответственных ты наблюдаешь по этой частоте? Сущностей 5, 8. Ну, давай, первый у нас выходит. Какой-то таракан какой-то. Вот таракан, мы увидели его, да, раньше уже? Я его не видела. Ну, который ты же описывал в жуках же, помнишь? А это вот прям как таракан еще какой-то. А, таракан. Кто это спросит? Ты инсектует его спроси? Да. А ты где, скажи, живешь в моем теле? Спроси, в какой части тела ты живешь? Живот. В животе. А как от этого влияешь на мое физическое здоровье? Спроси. Есть влияние какое-то у тебя? Есть влияние на яичники. Как ты влияешь на яичники? Угасание функции. А изменение структуры. А спроси, а кто тебя позвал там в Жукаеву? Кто тебя позвал? Ты на кого работаешь? Их система. В каком возрасте он к тебе подключился, Света? Сколько лет тебе тоже было? Идет пять. Пять лет. А от кого он к тебе перешел? Посмотри, образ стоит человека. Или ситуация, от кого он к тебе перепрыгнул? Вижу соседку. Хорошо. А он через какую эмоцию к тебе попал? Не нравилась она мне, эта соседка. Она тоже все время такая из-под тишка, все как-то недовольная. И вот за это, наверное. А он, какие энергии у тебя питаются? Какими вот ментальными, я перечисляю, эмоциональными, жизненными, сексуальными? Какие энергии у тебя берет? Скорее всего, жизненные. Жизненные. Где живот сидит, да? Ага. А на эмоциональное состояние влияние оказывает как-то? Ну, минимально. Минимально. А он что обещал? Почему твое подсознание его к себе подключило? Какой опыт она с ним проходит? Что он ей обещал под твое подсознание? Зачем она его содержит? Этого жучка? Принятие. Что? Принятие. Принятие миром? Да. Принятие людей, принятие мира. Хорошо. А дальше, Свет, смотри. Из этой команды кто там еще выходит, кроме насекомого? Кто кого-то еще видишь? Непонятно. Они слились. Я не могу их разглядеть. Галь, помоги, Света. Кого ты наблюдаешь по частоте? Спрут. Спрут, страканьяец, гуманоид. Такие здесь. Я уже рассказала перед этим, как они у нее знания капсулируют в голове. Да, да, да. Есть тут работенка у них здесь была. Да, работенка у них здесь была хорошая. Но было чем заняться. Гуманоид. Сон. Особенно через сон меняют очень картинки ей. Это кто? Музей кидает разные. Космические? Про них сейчас говорим. А кто из них? Драконьянец. Хорошо. А кто там главный самый в этой компании? Спрут главный. А кто на спрута работает? Вот этот инсектоид. И гуманоид. А драконьянец там что делает? Драконьянец сам по себе. Так, интересно. Он своя территория. Он какими энергиями питается, драконянец? Жалость к себе. Самоконтроль. Самобичевание. И любовь к себе. Это его любимая энергия. Светлана, посмотри. Где этот драконьянец? Бушак вперед сделает. Видишь его? Да, сделал. Из этой компании. Ага. Хорошо. Каким ты его наблюдаешь? Посмотри. Как какой-то, не знаю, образ крокодильчика из мультика. А в какой ситуации ты с ним познакомилась? Спроси его. Сколько лет тебе было? Восемь. Восемь лет. Он от кого к тебе перешел? Посмотри. Рядом у человека стоит образ. Не проявляется. Хорошо. Ну, а ты у него спросил самого драконьянца. Он-то скажет тебе, в какой ситуации, почему ты его подключил, почему он у тебя находится. Достаточно тяжелый представитель. Свои какие-то были. Через мужчину подключился. Через мужчину подключился? Да, мужчина. Неприятный мужчина постоянно. Он приходил к ним домой. Но я не вижу родственных связей. Это какой-то знакомый. Ну, такой неопрятный. Она его очень сильно боялась, когда видела его. Ну, не вызывала ему доверия. И пряталась. Вот через него и подключился. Даже этот мужчина где-то и сбоку вот так похож на драконьянца. Его стойка. Ну, а подсознательная часть, зачем его подключила? Что она вот, какого опыта с ним проходит? Для чего он нужен? Светлане. Да, только нянец. Что говорит подсознательная часть? Здесь для того, чтобы активировалось ее саморазвитие, она начала заниматься своим развитием, самоощущением, начала контролировать свои эмоции и управлять своим полем. Вообще, большее намерение было направлено всех этих подключек к тому, чтобы Светлана обратила на свой внутренний мир, чтобы она начала заниматься собой прежде всего. Потому что спасательством, она практически занимается целую жизнь. Ей хочется сначала кому-то сделать хорошо, а потом уже проспоминает про себя. Это касается и финансов, это касается и чувств, это касается и энергии. Поэтому проходила очень, много допускала ошибок и проходила очень такой мощный опыт, чтобы наконец полюбить себя, чтобы начать любить себя, а чтобы начать, наконец, простраивать свою жизнь, свою реальность, думать прежде всего о себе, находиться в ресурсном состоянии и только потом уже исправлять или помогать или спасать других людей. А он как-то на физическое здоровье влияет? Да, влияет на головные боли, головокружение и на слуховой аппарат. А вот вся команда спрута вместе с инсектоидом и с гуманоидом, это вот этот жучок, который был онкокурой. Это вот есть этот инсектоид, который мы вначале сами видели? Да, который мы видели вначале, да. Вот этот на солнечном сплетении воронка, который образовал жучок и питается здесь и спрут, и гуманоид питается через эту воронку, тянут энергию. Также влияет на зрительный аппарат, на горловой центр, речевой аппарат, щитовидная железа. Это все их влияние. Здесь идут очень большие потоки энергии. Влияют на ментальное поле, на эмоциональное поле, на жизненную энергию. А кто-нибудь из вот этих космических в прошлой жизни встречался с тобой, Светлана, задай вопрос? Или они только в этой жизни с тобой первый раз познакомились? Нет, были встречи раньше. С кем? Так, инсектоид, драконианец, да? Да, верно. Дракон, да. В каком моменте ты с ними первый раз познакомилась? Кем ты тогда была, когда познакомилась первый раз с драконианцем? Что это за упрощение было? Вспоминай, настроись с этим моментом. Ты тогда была мужчиной, женщиной. Ничего не идет. Все перекрыто. Да, оно было мужчиной, воином было. Большое племя. Вот какое воплощение? Третье. Третье воплощение. Большое племя. Очень горная, пустая местность. Тоже интересная надежда на них. Они одеты, как в шкуры зверей, натянута на тело. Он является вождем. Здесь тоже использовалась магия, магические различные ритуалы. Это как перед охотой или перед каким-то событием проводятся определенные ритуалы. Для призыва дождя проводятся ритуалы. То есть он являлся таким шаманом в этом племени. Он использовал различные силы в своем арсенале. Он мог призывать разных духов и работал с ними. Смотрю, у тебя прям все воплощения такие целительские. Да, здесь был очень мощным шаманом. Здесь тоже очень много опыта получил. Но рано ушел. Молодой ушел. Было 43 года. А драконянец в какой моменте проявился в жизни этого шамана? Драконянец помог ему раскрыть его в темную сторону. В магическую темную сторону. Знание передавало ему магически темное. Активировал в нем. Он как будто о них вспоминал. Как будто собирал мысли, буквы. Собирал в голове эти заклинания. Записывал их и потом читал. И происходило. Все на материи происходило. Так, и почему сейчас этот драконянец присутствует в жизни Светланы? Почему он не отключился от него? Там они взаимодействовали. Ну, прекрасно. Да, здесь. Потому что она практически одни и те же эмоции проживала. Что там, что здесь. Когда у него там что-то не получалось, он очень злился на себя, ругал себя. Самобичеванием занимался. И здесь такие же эмоции проявляла. Он настроился с этими эмоциями. А, Сезанна, ты видишь этот драконянец? Да. Спроси его, что нужно тебе изменить себе, чтобы он не подключался, потерял интерес взаимодействия? Кстати, я извиняюсь, сейчас хочу добавить. Кстати, вот по поводу того, чтобы принять вот эту эмоцию черной магии, когда было посвящение. Подсказчиком, кто был? Кто повел на это посвящение? Это ты был драконянец. И вот так хотелось активировать ее, эту темную сторону. Зачем? Ну, таким образом он бы овладел полностью ее полем, она бы начала. Ну, он что, он не понимает, что опыт уже пройден, но уже не будет второй раз в один тот же опыт заходить. Сейчас немножко другой опыт, сейчас более расширенные знания и больше возможностей. Хорошо, понятно. Ну, а подсознательная часть, для чего подключилась сейчас драконянец, для чего он ей нужен, спроси? Она должна начать разбираться в энергиях, в системах, в людях, в чувствах. Ну, наконец, должна осознать, что где белое, где черное, где светлое, где темное. То есть не просто знать, а еще и осознавать, и признавать, и работать с этим. Пожелай, чтобы вышли все ответственные за всю чужеродную энергию в твоем биополе. Вышли и встали прямо перед тобой. На счет три. Раз, два, три. Посмотри, помнишь, ты говорил, что между вами есть некие каналы, по которым они забирали у тебя энергию твою, светлую, яркую, и через какие-то каналы они влияли на тебя, то есть передавали тебе какую-то информацию негативную, либо эмоции, энергии. Хорошо, посмотри, где ты наблюдаешь эти каналы сейчас. Сзади и со стороны спины чувствуется два. Сейчас твоя задача передать, мысленно создая программу, путем намерения передать всю чужеродную энергию, которую ты когда-либо получала от всех ответственных, вот этих вот нижних представителей, от космических представителей, а также вот этой женщине, которая стоит по магической частоте. Поживай передать им всю эту энергию, все, что ты получила от них с момента подключения к твоему биополе в этом воплощении. Как себя чувствуешь, Сатвана? Есть какие-то ощущения, мнения? Да, вообще, как будто такое прям все. Аж видно, как оно наполнилось. Отлично. Супер. Теперь нам нужно понять, есть ли у тебя какие-то договора, контракты с твоими соглашениями, с твоими соучастниками твоей жизни. Смотри, сколько договоров таких ты имеешь. Задай вопрос. Ого. 25, что ли? Давай посмотрим. Самые крупные договора. Ага, Галь, ты сколько сочетываешь договоров? Нет, здесь есть 3-4 договора. Просто они в нескольких этих листиков переписанных. Поэтому они выставили сейчас перед ней. Четыре мощных контракта есть. Два внизу, два вверху. Два с космическими, два с нижними. Пожелаю подсознательно часть, чтобы проявили все скрытые пункты этих договоров, этих контрактов. В первую очередь пошел процесс. И также пусть КАС считает информацию со всех этих договоров и синхронизирует информацию с событийностью и с моментом жизни здесь сейчас. Светлана посмотрит, насколько эти договора были исполнены. Нужны ли эти договора с ней? Либо собирается она дальше взаимодействовать с интерферентами для прохождения того или иного опыта? Либо она собирается самостоятельно уже пойти по пути творца и закладывать свою жизнь, свое творчество, идти через экспрессию. То есть какая сейчас ситуация жизненная? Светлана, что ты считаешь по этому поводу? Я хочу полностью все аннулировать. Ты-то хочешь полностью все аннулировать, но если ты не идешь по процессу обучения, то есть ты не идешь по своему сердцу и вспоминанию, кто ты на самом деле чем занимаешься, то ты идешь против своего сердца и не получаешь духовность, и тем самым понижаешь вибрации, твоя подсознательная часть падает на низкую частоту, встречается с интерферентами, и, соответственно, она включает программы, сразу же их приглашает к себе, чтобы они помогли ей выйти из этой частоты, обратно подняться в духовность, в то состояние, в которое изначально твое истинное. И если ты, когда-то сейчас сразу понятно, что ты хочешь все это убрать, чтобы они тебя не мучили, но если ты в жизни все равно, скажем так, потеряешь духовность, счастье, радость и понимание, как бы будешь уходить в материальность, то подсознательная часть будет встречаться опять с этими интерферентами для того, чтобы они и обеспечили некие, скажем, силы вот эти материальные, которые помогли бы тебе выйти из этого пространства. То есть это вот как бы такой автоматизм происходит. А что, Галя говорит, подсознательная часть? Да, она готова к изменениям, готова к трансформации, и у нее мировоззрение, мировосприятие очень сильно изменилось. У нас все договора испепелились, растворились. Контрактов нет, договоров нет. Пошла, братцы, поживай, Светлана, чтобы завибрировали, запульсировали, я бы проявил энергию простых энергопаразитов в виде лярв без интеллекта. Пошла импульс по этой, кстати. Пошла, братцы, по лярвам. Есть отклик с Тваном? Опять вроде как что-то над головой или в области головы чувствую. Спроси у Таши, лярвы есть у тебя в поле? Спроси у себя. Да. Сколько лярв у тебя? Задаю вопрос. С ментальным каналом работай. Сколько лярв у тебя? Идет цифра 5. 5, да. Где они находятся? На тактильный канал переходи. Пожелаю, чтобы завибрировало тело, где находится энергия этих лярв. Область живота, голова. На животе лярва какой эмоции питается? Она же энергией питается. Какую эмоцию ты ей даешь? Страх. Страх. Дальше, следующая лярва, давай переходи. Область живота. Голова ты говорила, да? Ну да, вот то, что я почувствовала. Там какую эмоцию ты даешь? Какой кормишь? Страх будущего, что ли, или размышления о будущем. Хорошо. Дальше, следующая третья лярва находится. Пошла по ней вибрация. Так, не знаю, левый глаз. Так, возможно, везде может быть. Так, что там на левом глазе? Так, следующая. Еще две. Пожелаю прям с телом, работай, скажи, тело прояви мне. И еще остальное, если я не... Область горла чувствую. Там какая лярва в горле сидит. У нее какую эмоцию питает. Галя, помогай. Самобичевание. Самобичевание в горле. И есть на животе. И любовь к себе. Мы уже видели, страх, да. Любовь к себе еще. Еще есть эмоции. Еще, мне кажется, где-то область яичника, что ли, получается, вот с правой стороны. Там какая лярва. Есть живота, да. Какой эмоции там питаешь? Неуверенность. Сомнение. Перенос сомнений. Хорошо. Смотри. Свет, сейчас твоя задача. Ты сейчас создаешь мощную сферу. Вот у тебя энергия, где твоя целительская сердце выходит. Яркий свет. Создаешь мощную сферу в районе груди. И мысленно программируешь эту сферу намерением об уничтожении всех чрезвычайных энергий, а также ответственных за нее в твоем биополе. И на счет три, когда я хлопнув в ладоши, ты делаешь самый резкий выдох в своей жизни на букве «Х» и всхлопываешь эту сферу, и она мощной вспышкой твоей энергии разнесет всех ответственных за пределы биополя. Готовы на счет три совершить эту сложную операцию? Хорошо. Давай, раз, создаем мощную сферу. Подожди, я скажу все. Делаешь по команде пока. Делаешь глубокий вдох. Делаешь глубокий вдох. Глубокий вдох. И на самом резком выдохе на букве «Х» три. И уничтожаешь, пошла волна. Молодец. Молодец. Это вырвалось. Ух ты. Отлично. Прям такая мощная вспышка была. Сам дьявол содрогнулся от этого. От этого выдоха. Мощнейшая вспышка была, да. Все вылетели за полярность. Умничка. Все разлетелось. Галина, теперь просканируй по частотам на чрезвычайную энергию поля Светлана. Так. Нижняя чистота. Сканируй. Все чисто здесь. Неупокоенная, бесплотная, чисто. Магическая, чисто. Космическая, чисто. Лярва, чисто. Все прекрасно. Хорошо. А теперь также смотри. У каждой энергии есть две полярности. Плюс и минус. Мы живем в дуальности. Поэтому поменяю полярность в свое сердце с минусом на плюс. И оно так же, знаешь, начнет высвечиваться. Готово на счет? Три. Три. Пошел процесс. Пошла конвертация. Начинает высвечиваться сердце твое. Давай как уголек, разжигай его. Прям давай, дыши. Как на уголек дышишь, знаешь, оно разжигается. Давай, дыши. Фу. Давай, дыши на него. Смотри. С каждым вдохом оно все ярче-ярче становится. Прям как сердцем дышишь. Смотри. Как сердце дышишь, и прямо оно это разгорает. Вот. И сердце выпускает. Свет ярче давай. Еще ярче. Вот. Еще разжигай свое сердце. Разжигай его. Больше, больше, больше. Умничка, давай, расширяй. 360 градусов. Прекрасно. Умничка, умничка. Вспомни теперь, Святур, вспомни теперь самое сильное чувство любви, которое ты испытывала в своей жизни. Кому-либо или к чему-либо. Как вспомнишь, скажи. Радой, что я школу закончила. Прекрасный выбор. Сколько всего интересного. Хорошо. Поживай сейчас, чтобы это чувство распространилось по всему твоему телу. Сонастройся с ним. И пошел процесс. Пошел распространение по всему твоему телу. Чувство это распространяется. Сконцентрируй из него поток. И направь в свое сердце. Раз, два, три. Пошел поток. Ополняется твое сердце светом и любовью. Ярким светом и любовью. И усиливается поток. Усиливается. Раскрывается твое сердце, как цветочек. И оттуда выходит твой внутренний ребенок. Маленькая Светлана. Посмотри, какой ты видишь. Сколько ей лет? Три-четыре, наверное. Как она себя чувствует? Такая маленькая, прикольная, счастливая. Улыбается. Подойди к ней. Обними ее. Это ты, это ты. Без фильтров, без эго. Подойди к ней. Обними ее. Раскрой свое сердце. Раскрой ее сердце. Наполни ее светом и любовью. Передай ей все эти чувства, которые тебе не хватало в твоем детстве. Пошел поток. Что она тебе говорит? Она аж притихла вот настолько наслаждение этими энергиями, что нет слов, а просто она вот такая вот вся аж замерла от счастья. Когда вот принимаешь в себя эту энергию, да, вот это вот просто... Скажи, скажи, она хотела бы видеть свое детство, где бы ее любили родители, где бы ее любила мама, где бы она давала любовь, где бы она была наполнена этой любовью? Да. А пусть подумают о таком детстве, как придумают, пусть скажут. Есть такая ветка у нее? Есть, конечно, есть. Открой дверь ей, посмотри, если есть. Посмотри, какое детство там у нее. Ну-ка, заходите туда. Ага. Что там происходит, смотри. Как там у нее жизнь происходит? Там действительно родители меня любят. Внимание. Наполнись этой энергией. Пошел процесс, пошел процесс, наполнись этой энергией, давай. Давай, дыши им. Наполняйся. Посмотри, как она себя там чувствует, маленькая Светлана. Счастливая. Счастливая? Нравится ей там? Хотела бы она там остаться? Конечно. Хорошо, тогда пусть заберет всю свою энергию эфирной ДНК с той Светки период событий, потому что эмоции уже у нас на эфире находятся. И перенесет новую. И у тебя останется только положительная эмоция. Давай, готовы? А ты сделай глубокий вдох. Она забирает всю эфирную ДНК. И хааа, глубокий выдох. Хааа. Давай, закрываем портал и запускаем конвертацию с моментом здесь и сейчас. Какие ощущения у тебя почувствуют? Какие изменения ты чувствуешь? Чувство, что сейчас все по-другому. Ага. Ликует. Да. Ага. А ты в теле какие ощущения? В сердце? Полегче? Дрожь какая-то. То есть сейчас у тебя убрались все негативные вот эти воспоминания, избавили, вытащили из тебя. Если настроили тебя по частоте на другие ветки, поэтому у тебя сейчас должна держаться вот именно та ветка хорошая, где у тебя будет прекрасное детство. Да-да, такая вот именно дрожь от радости. Да, вот эта энергетика, непривычная еще телу даже. С почином тебя. Благодарю всех, благодарю. Во благо. Ну что, отлично. Видишь, мы проработали с тобой два энергетических хранилища. Твой внутренний ребенок радостный, все прекрасно. Мы его проработали, сердце прочистили, менталку прочистили, программу удалили. Теперь осталось перейти на нижнее энергохранилище энергии жива. От этого слова «живот». Смотри, сейчас сконцентрируйся два пальца под попком, пять сантиметров в глубине. У тебя есть дополнительное энергохранилище, энергия жива. От этого слова «живот», «жизнь заживает». Сейчас обратись к своему телу, чтобы оно активировало эту энергию в тебе. Это твоя целительская энергия. Ты уже ее чувствовал до этого. Энергию жива. Поживай, чтобы энергия жива активировалась. Здесь пошла активация. Живо. Чувствуешь живо свою энергию? Ой, огонь вообще. Вот он, вот умничка. Давай живо-живо расходи. Живо мощнее разводись по всему телу. Живо, матушка. Обратись к ней, скажи. Помоги мне, живо, матушка. Активируйся во мне. В полном объеме активируйся. Заходи в каждую клеточку тела, в каждую свиньку мозга. Помоги вот с моими ножками, где у тебя пальчик там болит. Помоги мне. Вот с другими частями тела, где ты говорила, разошлась по всему твоему телу. С уставами. По всему телу. Волосы. Практически. Располнилась эта энергия, чтобы прочистила тебя от всех негативных частот, от всех негативных энергий. Еще сильнее пошел поток. Еще мощнее расходится энергия жива. Чувствуешь наполнение? Я уже, по-моему, до облаков настолько на тонком уровне. И теперь поднимайся вверх, посмотри. Есть крылышки у тебя сзади? Почувствуй. Про крылышки я давно уже слышала, что они есть. Давай, не стесняйся, расчехляй их. Вот, снимай чехлы и вперед. Щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик. Полетели вверх. Что-то они тяжелые. Седьмое измерение. А ты сбрось это, да. У тебя там запыленное уже просто пыли много. Сбрось. Одно крылышко доставай, второе крылышко доставай. И полетели вверх. Седьмое измерение. Пространство абсолюта. Давай. Я как дракон какой-то. Нет, ты как ангел. Ты ангел? В смысле? Ты же светом работаешь. Ты же не паразит. От хлопания крыльев такое это просто мощное. Сколько у тебя крыльев, посмотри. Двое, трое, четверо. Сколько там? Одни большие, точно. Одни большие, ага. Так, давай. За ними еще не совсем доросли, наверное. Есть еще маленькие. Давай. Поднимайся вверх. Пространство абсолюта. Пространство бесконечно золотистого цвета. Пошел подъем. Посмотри, каким ты его ощущаешь? Какая-то вибрация в ушах прямо аж. Гул. Вернись, посмотри. Сзади вот подошли твои родные, близкие души из этого измерения. Кого ты наблюдаешь там? Какие энергии к тебе подходят? Я образы только вижу. А кто это? И лица не вижу. Ну, чьи образы посмотреть ты наблюдаешь? Такие же, как и я, все с крыльями. Все светлые, такой белый, такой золотисто-белый свет, мерцающий такой. Но я не знаю, кто это. Хорошо. А обратись, как к ним обращаться, спроси. Как вам обращаться? Родные души, кто, не знаю. Все родные души, все одинаковые. Почувствуй, от них идет исходит теплом. Да, любовь и тепло. Подойди к ним, поучи сейчас от них всю любовь, весь свет. Они тебе сейчас передадут. Синхронизируйся с ними, пошел процесс. Слияние. Слияние, да, точно. Хорошо. А как к тебе обращаться к твоей высшей сути? Как ты выглядишь там, посмотрю? Я не вижу себя в теле. Энергия просто. Как к тебе обращаться к твоей высшей сути? Не знаю. Аурелия идет какое-то имя. Аурелия. Да, так и есть. Аурелия. Аурелия? Аурелия. Аурелия. Женский фантом. Ага. Такой, как радуга. Белая. Такой, как снег блестит. Ага. И она, как радуга, эти вот цвета играют. Переливается. А задай вопрос к Аурелии, вот, касаемо себя. Чем тебе нужно заниматься, чтобы быть счастливой в жизни? Что он тебе говорит? Не знаю, вибрация просто идет от энергетики. Да, говорит, раскрывать души людей. Душа моя. Изменять их пространство, изменять их эмоции. Исцелять их сердца. Раскрывать сердца. Передавать свою любовь. Передавать свои знания. Свой опыт. Это мне профессию надо менять здесь сейчас, данное воплощение? Или я могу это... Как это проявлять? Может, постепенно. Это не резким каким-то там заниматься, как хобби сначала. А потом уже перейти как профессию. Как это будет проявляться? Я не совсем поняла свою миссию. Для того, чтобы раскрывать сердца, не обязательно менять профессию. Важно научиться передавать свою любовь и получать любовь. Делиться своим опытом. Общаясь, коммуницируя с большим количеством людей. Люди будут тянуться к тебе, чтобы чувствовать, изменять свое же реальность, свое же пространство. В тебе заложены целительские энергии, благодаря которым ты им будешь помогать. Все это будет постепенно. Не спеши, не принимай риских и очень быстрых решений. Все раскроется. Все ты осознаешь и постепенно перейдешь. Важно изначально ощутить свой ресурс. Прочувствовать и исцелить свое тело. А дальше тебе тело подскажет, сердце подскажет, куда двигаться, в каком направлении. И как раскрываться. Так. Давай, еще вопросики есть? Пока мы с духом общаемся, с тем, кто чего-то отделилось, получил сознание свое, да? Вот, то есть подсознание получило некое свое тело. Являешься частическим духом. Вот все-таки у меня вопрос. Я сама так решила, что у меня детей нет? Или это вот по ходу воплощения уже так получилось? Это программа твоей души. Но всегда есть выбор. И ты всегда можешь изменить свою реальность. Определенный опыт получила. То есть я пришла уже с этим, зная, да? Ну, смотри, ты сюда пришла на эту планету ненасильно, да? То есть ты пришла самовольно. Сама, да. Если ты пришла самовольно, значит, ты пришла сюда во благо. Значит, ты согласна, что все, что с тобой здесь происходит, после того, как тебе сотрут память, будет с тобой происходить во благо. Во благо твоего обучения. Потому что главный секрет твое, что ты бессмертна. То есть ты как сознание бессмертный, и после смерти ты дальше продолжаешь существовать. И поэтому все, что с тобой происходит в этой жизни, было согласовано с тобой, потому что самый главный закон Вселенной – это свобода воли души. Без свободы воли души ни одна сущность не имеет права с тобой как бы осуществлять какие-то процессы против твоей воли. Еще остались вопросики у тебя? Наверное, все пока на данный момент. Основное я получила ответы, что я хотела. Хорошо. Тогда поблагодарим твой дух, да, и все высшие энергии, которые нам давали информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!